Продолжение следует... Так, я отключила мобильный телефон, а то в самый неподходящий момент иногда начинает мобильный телефон возламывать. Ну что, коллеги, добрый день. Огромное спасибо, что вы присоединили сегодня к нам. Я понимаю, что тема не обучающая. Скорее всего, даже я хочу построить сегодняшний наш разговор и дебетеды. То есть я не буду вас учить как правильно и так далее, а очень важно именно побеседовать. Наша тема звучит следующим образом. Беседа о важном, как поддержать наших родителей, бабушек, дедушек и вообще людей вокруг нас. Вот этой ситуации, когда мы все сидим в домиках, мы действительно сидим в домиках, ограничены перемещения, передвижения, даже в некотором случае в коммуникации. Поэтому основной такой момент буду делать, или акцент буду делать непосредственно на поддержке людей, которые находятся вокруг нас. Я считаю, что это очень важно на данный момент времени. И я надеюсь, что это будет очень полезно. С чего я хочу начать? Прежде всего, с главного вопроса. Если вы присоединились непосредственно к нашему вебинару, то какой цель вы присоединились? Что бы вы хотели вынести отсюда сегодня? О чем хотели бы поразмышлять? Может быть, поговорить, обменяться мнениями, идеями и так далее? Плюс ко всему, я думаю, что все будет очень практично, плюс ко всему, где и как вы это планируете в дальнейшем применять. Что может послужить, может быть, точка опоры или точка продвижения вас непосредственно в коммуникации, в организации пространства, в вашем доме, в доме ваших родителей, в доме людей, которые вам близки. И поэтому вот первый слайд, на котором я хочу сделать акцент, зачем вы здесь, зачем я здесь, да? Что практичного, не просто полезного, а что практичного вы хотели бы для себя вынести для того, чтобы в дальнейшем применить. Ну, немножечко о себе, меня зовут Ирина, фамилия моя Любовская, я являюсь старшим преподавателем МОЛМАЮ, давно взаимодействую, очень люблю нашу школу и считаю, что вот эта серия вебинаров, она великолепно поддерживает в нашей сейчас нелегкой ситуации, ситуации нового вектора. По сути, непонятно, как будет происходить, что будет происходить дальше, и, по сути, мы сейчас живем в новом векторе. И в этом новом векторе нужно проанализировать и взять на вооружение, наверное, какие-то вещи, которые уже были отработаны, возможно, какие-то вещи, которые появляются вновь и вновь, и адаптировать в нашу жизнь. Ну, уважаемые коллеги, этот вопрос, да, зачем я здесь, он не просто так, а еще для того, чтобы сейчас мы небольшое зернышко посадили, я думаю, к концу нашего вебинара появятся какие-то мысли, вы обязательно поделитесь, расскажете, что для вас было наиболее полезным и важным. Ну, такой вопрос, все ли меня очень хорошо слышат, все ли меня видят, да, все ли видят презентацию, чтобы мы смогли двигаться дальше, то есть буквально 2-3 минутки, мы взяли на раскачку, чтобы кто хотел присоединился, поставьте, пожалуйста, плюсики, что да, все нормально, все видно, все слышно, и мы уже будем двигаться в таком практическом направлении. Отреагируйте, пожалуйста, как, как-нибудь, в чем вы где? Кто здесь с нами? Подключение сюда идет. Волнура, я правильно понимаю, что там доподключаются люди? Верно, подключаются. Ну, давайте мы будем двигаться дальше. Сейчас подключим презентацию и будем двигаться дальше. Спасибо большое. Итак, коллеги, о чем я хотела бы сегодня поговорить? То есть, немного о проблемах. Я буду вас учить, чему на данный момент обсуждать, и не просто обсуждать, а создавать определенные шаги. То есть, моя задача на сегодня, да, немножко растянуть мышление, моя задача на сегодня создать пул таких вот проблем, с которыми мы сталкиваемся, плюс, я думаю, совместными усилиями мы еще создадим варианты выхода из этой ситуации, варианты выхода из этих проблемных моментов. Поэтому, если необходимо, да, что-то пишите, озвучивайте, если будет такая возможность. Ну, естественно, мы еще делаем запись. Я думаю, в дальнейшем это все очень сильно пригодится. Итак, у меня такой вопрос, какие у нас есть возрастные кризисы, потому что сейчас очень много говорят в целом о кризисе, о кризисе экономическом, о кризисе политическом, о кризисе финансовом и так далее. То есть, ну, я хочу обратить внимание, что мы все люди, и, соответственно, что происходит, мы сейчас находимся еще в возрастном некотором кризисе. Если брать в целом психологию, да, стальную психологию, психологию Готхова, говорится про то, что каждый раз, каждый человек в определенный промежуток времени, в определенный возраст проживает кризис. Почему это очень важно знать? Мы иногда сталкиваемся с ситуациями такой, что я не понимаю, куда мне двигаться, я не понимаю, зачем мне нужно двигаться. То есть, у нас внутри бушует некий такой ураган. Какие у нас есть сейчас кризисы, которые уже описаны и описаны в нескольких литературах, особенно у Выкоцкого великолепно. Это возрастные кризисы. Первое – это кризисы детства. То есть, когда ребенок рождается, это кризис рождения называется, да, то есть, по сути, он покидает маму и рождается в этот мир. И он начинает впитывать всю информацию, которая проходит в дальнейшем, в красной линии на всем его пути. Какое-то, что происходит? Происходит то, что когда ребенок рождается, первый кризис рождения. И дальше уже следующий кризис – кризис трех лет. Вот очень интересный такой кризис, в каком плане ребенок начинает смотреть, как же родители, как же окружение, как мир реагирует на все его поведенческие какие-то моменты. Не удивляйтесь, если вы видите где-то в магазине, что ребенок упал на пол, начинает бить ногами, руками, говорит, дай, 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 сейчас же, купи, купи, купи и так далее. Что делать в этот промежуток времени? Он впитывает, как будто, и смотрит, на что реагируют взрослые люди, на что не реагируют взрослые люди. И эти паттерны в дальнейшем начинают все закрепляться. Следующий кризис, когда ребенок идет в школу. По сути, все было понятно, детский сад, все было комфортно. И тут появляется следующий момент, когда ребенку необходимо идти в школу. Это кризис шести семи лет, когда ребенок начинает уже асимулироваться или входить в социум. Я часто слышу такие моменты, вот нужны ли нам школы, не лучше ли там домашнее образование и так далее. На самом деле, я считаю, что школы нужны, почему? Потому что они помогают коктализоваться ребенку. То есть, они для школы, для ребенка определенный такой тренажер, где он понимает и учится взаимодействовать с другими людьми, с другими детками. Он научается многим и поведенческим формам и так далее. Если найти формы, дети начинают нести в семью. И очень часто родители про что говорят? Ой, ты посмотри, ребенок похож на тебя, потому что ты тоже так делаешь. Но про что хочу сказать, дети научаются действительно у нас. Почему? Потому что мы являемся референсными личностями. То есть, по сути, мы для ребенка являемся определенным неделом в поведении, если хотите. И они начинают на нас научаться. Есть две формы. Первое – это заражение. Когда ребенок научается, заражает. И второе – это то, что он нам демонстрирует. Следующий кризис – это криз подростков. Если подросткового возраста. Я хочу сказать про то, что, наверное, у кого есть детские подростки, вы сейчас с этим столкнулись, моментом, когда ребенок начинает ему сопротивляться. То есть, он, боже, все плохо, школа плохая, родители плохие, друзья плохие. Вот этот момент подростковый, когда ребенок прощается с детством и уже переходит в юность, и тогда у него уже другие появляются цели, задачи, моменты и так далее. Следующий кризис – это когда ребенок заканчивает школу. У него стоит выбор того, что я школу закончу, и тут огромный мир. Мне нужно выбраться в профессии. Очень часто, что мы делаем взрослые, мы иногда и в профессии навязываем. Если в нашей семье все врачи, соответственно, ты должен быть врачом. Если в нашей семье все юристы, ты должен быть юристом. У ребенка предопределенный путь. Но иногда ребенок хочет что-то делать. Он хочет быть, я не знаю, в семье юристов, быть, я не знаю, архитектором. И мы, родители, здесь начинаем навязывать свое мнение и говорить, нет, 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 так быть не может. Ну, понятно, я говорю, это не всегда. Но бывают такие случаи, когда мы стараемся что-то навязать. Следующий момент – это кризис 30 лет. Вот этот кризис называется кризис второго рождения. И очень часто люди в 30 лет переживают очень остро. Стоит вопрос, а кто же я? Действительно я занимаюсь тем, чем я хочу? Действительно ли это то, что я делаю то, что я хочу? Уже часть жизни прожита. Моя ли это профессия, в которой я работаю? Мое ли это направление? Кого ли я достиг, что достигли в этом возрасте другие люди? И, как правило, внутри будет огромное количество эмоций, и человек не знает, правильно ли он двигается или неправильно двигается. И очень часто вот в этом возрасте люди начинают задумываться посещать психологов, да, советоваться со своими знакомыми. Даже наблюдают такие моменты, что иногда люди меняют семью, иногда люди меняют профессию, переезжают в другие города. Да, есть даже такая статистика, что именно в этом возрасте. Ну и следующий момент, да, следующий кризис – это кризис 45 лет. 45 лет, даже если говорить на орудии, 45 баба-ядок, опять там, едино в бороду без ребров. То есть, по сути, это такой возрастной кризис, когда у человека опять же стоит вопрос, он такой ментальный. Эти кризисы называются экзистенциональными, когда человек задает вопрос, боже мой, я уже прожил большую часть жизни. Действительно, я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься. Действительно, это то, куда я двигаюсь. То направление или не то направление. Ну и следующий кризис – это кризис наших родителей в 60 лет, когда уже практически большая часть жизни прожита. И здесь у нас есть определенные нюансы. То есть, мы боимся одиночества, мы боимся того, что уже дети выросли, их нет рядом. И почему я про это говорю? Про то, что сейчас еще наш карантин, он связан с тем, что у наших родителей, у некоторых наших родителей, бабушек и дедушек, как раз наложился кризис возраста и кризис непосредственно помещения в карантин. Поэтому, к великому сожалению, что приходится делать, да, вот им преодолевать вдвойне вот эти вот кризисы. И сейчас очень важно нам поддерживать их, наверное, вдвойне. Поэтому, уважаемые коллеги, если у кого есть родители, бабушки и дедушки, с которыми вы взаимодействуете в 60 лет, огромная просьба обращать внимание. То есть, если они о чем-то говорят, и они начинают вам названивать и говорить про то, «Боже мой, ты мне не звонишь, ты меня совсем забыл или не забыла, да?» «Имей в виду, мне без тебя одиноко». То есть, они как раз про это говорят, потому что мне хватает внимания. Ну вот, уважаемые коллеги, напишите, пожалуйста, кто здесь есть в чате, напишите, пожалуйста, у кого сейчас может быть в данный момент, если есть этот кризис, 50 лет, у кого есть кризис 45 лет, у кого есть бабушки, дедушки или вам, вот этот 60-летний порог. Тем более, что мы знаем, есть определенное предписание правила, когда людям после 60 выходить на улицу нельзя. Вот мы с этим как раз сейчас разберемся, что же нам делать, если вот очень много ограничений, которые появились буквально там 2-3 недели назад, а раньше, да, не было такого. Бывает такое, что, да, вот здесь вот пишут 45 лет, 45 лет действительно, это не обязательно 45, не обязательно 30, это может быть плюс, минус 2-3 года. У кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже и так далее. И как он еще может проявляться? Внутри у человека появляется, знаете, такой вот какой-то дискомфорт, появляется некий такой внутренний, знаете, дисбаланс. Проще говоря, можно метафору вот такой, подхожу к холодильнику, открываю холодильник, что знаю, не хочу, что не знаю, да, там, что хочу, не знаю. Вот то же самое, когда у нас появляется вот эта вот проблема. То есть мы открыли холодильник, посмотрели, не знаю, чего хочу. Вот когда мы переживаем инвестициональные кризисы, у нас вот такие проблемы очень часто появляются. Есть замечательные методологии, с чем можно работать. Допустим, часто, чаще всего я рекомендую работать с арт-корапией. Это мандалы, они великолепно, как бы, справляются с этими моментами. Почему происходят эти кризисы, вот здесь задают вопрос. Это описанные экзистенциональные наши психологические возрастные кризисы. То есть, по сути, эти кризисы проживает каждый человек. Ну, в той или иной мере они у кого-то обострятся, начинают. Опять же, совокупность, не просто там внутренних показателей, но и внешних. Представьте, что мы сейчас в домике заперты, а мы сидим сейчас все в таком, как скажем, состоянии, что лишний раз не выйти, естественно, тоже начинают эмоционально давить. Соответственно, это может обостряться. Они происходят не потому, что вы плохой или мир плохой. То есть, мы все через это проживаем. То есть, это описали психологи, описали достаточно давно, наблюдая людей, и описали методологию, как с этим работать. Поэтому очень рекомендую посмотреть. То есть, здесь замечательная методология мандала, и она с этим справляется. То есть, почему? Потому что человека немножко собирает. У меня это полностью мировоззрение. с гормональными периодами. Ну, вряд ли, Ирлана, это связано с гормональными периодами. Почему? Ну, я понимаю, да, то есть, подростки там, люди, которые находятся уже в возрасте и так далее. Гормоны, конечно, дают о себе знать, но я очень сомневаюсь, что там гормональный дисбаланс у ребенка в 6 или 7 лет, когда у него как раз вот кризис 5-7 лет есть, когда он идет в школу. Это тоже такой кризис. Самое интересное, на что я обратила внимание, лет 12 назад я проходила обучение в испанское, то есть, семейный институт Навары. я делала по аналогии исследования, какой здесь жизненный цикл у семьи. И самое интересное, я обратила, ну, практически по аналогии жизненный цикл у семьи. То есть, оказывается, у семей, когда люди женятся, то уже есть такие определенные экзистональные кризисы, да, то есть, 31 года, 3 лет, 5 лет и так далее, и так далее. То есть, по сути, хотим мы или не хотим, то есть, мы все это переживаем. Кстати, вот кризис 2-го рождения в 30 лет, я даже помню, ой, это вот внутренний такой дисбаланс. В этот момент я, кстати, поменяла профессию. То есть, я поняла, что я хочу немножко в другом направлении видеться. А если совпадает в семейных отношениях, например, 30 лет и там 5 лет совместной жизни и так далее, то здесь вот есть такая вот дисбаланса в сохранении семьи. Вот. Поэтому, уважаемые коллеги, об этом немножко знаю. К великому сожалению, я не могу глубоко погружаться в это. Я думаю, может быть, мы там, если будет интерес, можно сделать более такой камерной группой, рассказать про это, потому что времени у нас не так много, поэтому я так демо-демо-версию, что называется. Про гороскопы здесь по теле пишет. Про гороскоп ничего сказать не могу. Не изучала этот вопрос. Я не занимаюсь там исследованием, насколько влияют гороскопы на жизнь человека. Но есть определенные люди, которым этим профессионально занимаются. Наверное, к ним больше вопрос, потому что я чувствую, что здесь я не как эксперт, но не смогу вам четко ответить влияние гороскопа на жизнь человека. Я в большей степени так ортодокс, я в большей степени с точки зрения именно научного подхода подхожу и так далее. То есть вопрос, скорее всего, кто глубоко этим занимается и следует. Ну, следующий слайд, про что хочу сказать. Проблема, с которыми лично я столкнулась относительно наших родителей. Представьте, что им сейчас 60 плюс-минус в этом возрасте. Я столкнулась с такой проблемой первой, которая называется ощущение страха одиночества пожилых людей. Почему я подняла эту тему и предложила вот ее обозначить? У меня у самой родители, они в возрасте, они, ну, папе будет 80 в этом году, маме чуть поменьше. И когда непосредственно случилась ситуация карантина, я столкнулась с такой проблемой, что мне нужно родителям как-то доставлять продукты, позаботиться о том, что они живут в другом микрорайоне, позаботиться про то, что как им выносить мусор, позаботиться о том, как безопасно, возможно, даже доставлять не просто продукты, а воду, потому что там они любят, чтобы тоже воду доставляли и так далее. То есть первая проблема, с чем я столкнулась, это вот ощущение у пожилых людей, чувство некого такого одиночества и беззащитности. То есть я поняла, что это нужно выносить и выносить на обсуждение для того, чтобы люди понимали, какие шаги необходимо предпринимать именно в этом направлении. Вторая проблема, с которой я столкнулась, это вот ограничение выйти на улицу. То есть им нужна помощь, им нужна банальная помощь доставки каких-то продуктов, средств и всего остального. Третье, с чем я столкнулась, то есть первая неделя была такая, то есть я звонила два раза в день и говорила, там, мама, папа, не выходите, пожалуйста, если вы выходите, оденьте маску и так далее. Особенно первый день, когда, наверное, ввели карантин, то есть я звоню про то, что, вау, не выходите на улицу, через полчаса я слышу, что мы собираемся идти в поликлинику, потому что у нас, там, две недели назад еще был запланирован этот поход, и мы записались на прием. И тут вы понимаете, что начинаете, я понимаю, вернее, что я начинаю тревожиться, а как же они там дойдут, и искать какие-то другие варианты выхода из создавшейся ситуации. Уважаемые коллеги, вопрос такой, с какой проблемой вы сейчас столкнулись? С какой проблемой столкнулись ваши родители, бабушки, дедушки? Возможно, я что-то могла упустить. Мы сейчас соберем вот такой пол проблематики, с которой вот столкнулась не только я, но и другие. Чтобы мы потом сделали это как исследование и вынесли так вот небольшой резюме, рекомендации, наверное, для тех, кто не задумывался над этими сложными вопросами. Можно писать сейчас, с чем вы лично столкнулись, что было для вас вот открытием или вот тревожностью и так далее. Можно прямо сейчас писать. Пишите, мы будем рады, если будет обратная связь. Можно здесь писать. Волнору мы сейчас еще подключим, еще, да, минут через три нам напишутся, и мы обязательно еще подключим. Слайдник. Да, тревога за здоровье родителей. Да, как донести, что это важно. Алтынай, вот я как раз с этим столкнула, что один, ну, например, сейчас позвонила, там вы сидите дома, все нормально и так далее. Через пять минут я позвонила. Ой, мы собираемся все-таки в поликлинику. Ой, а у нас хлеб кончился и так далее. Уважаемые коллеги, вот такая рекомендация. Не забывайте постоянно напоминать им, что нужно в безопасности. Не выходите в лишний раз. Если вы выходите там по необходимости, то есть обязательно масочку и так далее. Не будете им напоминать, напоминать. Живет в квартирах невозможность погулять, да, с ребенком. Абсолютно верно. Хотя, насколько я помню, есть такая, по-моему, оговорка в правилах, что с ребенком можно гулять, по-моему, 30 минут, не более 500 метров. Вот такую оговорку где-то находилась. С ребенком на свежем воздухе можно погулять, да. Единственное, опять же, мера безопасности. А вот мои поехали в аэропорт. Вот, Алтинай, так, к вопросу про то, что родители, они хотят, как бы, такая часто есть проблема в том, что они не хотят нас вроде бы как нагружать, и, тем не менее, они что-то стараются делать сами, и тем более, когда они начинают это делать сами, это вдвойне нас нагружает. Очень тяжело сидеть дома. Необходимо, да, еще для передвижения, да, нагрузка все равно какая-то нужна. Мы сейчас немножко с вами поразмышляем. У нас есть вот такая карта эмпатии. То есть мы сейчас немножко через дизайн мышления подумаем, как скажем, взаимоопылимся друг от друга, да, что прежде всего у них вызывает тревогу, какие болевые точки необходимо решать для того, чтобы им было комфортно. Мы сейчас вам сбросим небольшую такую ссылочку. Вот эта ссылка. То есть у вас есть свободный доступ на Google документ. Попробуйте, пожалуйста, туда перейти. Да, то есть оно должно спокойно перейти. Там есть как помочь нашим бабушкам и дедушкам. Вот такая же картинка, как выведена здесь в презентации. Если вы щелкнете на третий слайд, сейчас пока откроется, да, замечательно. Здесь вот есть замечательные карточки. Можно вот следующий слайд. Ага, вот такие замечательные карточки. Что сейчас нужно будет сделать, уважаемые коллеги? Возьмите, пожалуйста, и напишите, какой хотите последовательности. Можете сразу там, что видишь, что слышишь, что думаешь. Либо в какой-то другой последовательности, да. Отвести на вопрос, что сейчас видят наши родители. Что сейчас слышат наши родители. Можно писать в этих карточках. Что думают наши родители. Мы немножечко посмотрим на их ситуацию, опять же, опираясь на их точку зрения. То есть мы побудем немножечко в их шкурке. Для чего это необходимо делать? Для того, чтобы вывести вот эти рекомендации. Что же нам делать дальше? То есть получается ли писать? Здесь достаточно как бы карточек. Можете брать любую, какую хотите. Можете создать еще свою карточку. Это просто делается. Без проблем. То есть я думаю, что все знакомые с PowerPoint. То же самое, как работать с PowerPoint. Замечательная программа, которая мне нравится. То есть люди на удаленке могут вписывать карточки. Напишите, пожалуйста, удается ли вам писать по той чему, потому что пока я не наблюдаю. Вот вижу, ага, уже идет. Кто-то пишет. Замечательно. Что видят ваши родители? Что слышат? Полночек можно на слайд здесь у нас на один шаг назад. Все, что происходит в интернет, мы видим. Тревожные новости. Действительно, огромное количество информации. При этом информация взаимоисключающая. Где-то кто-то говорит про то, что, боже, это все ерунда. Кто-то говорит, боже, да, на самом деле это, обращая внимание, сложно и так далее. То есть слышат огромное количество тревожных новостей. При этом средства массовой информации не всегда конструируют к великому, к сожалению, подаваемый пол информации. Но это как раз может повлиять на тревожность. Ага, замечательно. Спасибо большое, что вы пишете волшебно. Боже, когда это закончится, точно, они об этом думают, они про это думают. Кстати, вот эти технологии, которые мы сейчас вам показываем, это как раз вы можете еще использовать в своей работе, совмещать онлайн-презентацию. Или если вы работаете с обучением, вы можете совмещать презентацию, которую вы делаете через вебинар. И вот такой доступ к гугл-документу. То есть я думаю, что это тоже хороший инструмент, который мы параллельно вам демонстрируем. Можете брать на вооружение. Конечно, родители переживают за нас. Спасибо большое. Замечательно. Можно еще писать карточки. Все, что они видят. Видят много людей в масках. Или видят, что наоборот вообще нет людей. Видят, что нет машин. Что слышат тревожные новости. Что вы тоже как-то там переживаете. Возможно, они слышат ваши переживания относительно работы, относительно детей, относительно обучения детей онлайн. Относительно того, что нет какой-то четкости, понимания, что будет завтра и так далее. Да, слишком верят информации, которая дается через средства массовой информации. Спасибо большое. Да, можно это вписывать. Огромное спасибо, что вы делитесь. Спасибо. Спасибо. карточки еще создавать, то есть не переживайте, их создавать можно в достаточном количестве, если хотите, можно перейти на следующий слайд, там, где готовы карточки, здесь проще, удобнее. Да, живут по своим ценностям и законам со времени СССР, абсолютно, ну, простите, коллеги, да, то есть у нас действительно есть некая такая инеркция мышления, и я замечаю, что когда людей посадили в карантин, возник такой вопрос, мы сейчас все работаем в удаленке, боже, как же работать в удаленке, у нас не было такого опыта, представьте, у родителей уже такие закрепленные паттерны, и я в какой-то момент времени еще столкнулась с таким интересным нюансом, что возникли конфликты в удаленных командах, мы все сидим в домах, а что значит возникнуть конфликты, да, то есть люди переписываются в чатах, люди переписываются в каких-то организационных там, битрикс, либо какие-то внутренние телеграм-каналы, либо какие-то каналы, и начинается вот это напряжение расти, была такая ситуация, когда там, ну, даже простая ситуация, у нас у многих установлен Т9, и пишешь через Т9, если не перечитал сообщение, взаима, там, быстрая такая замена слова, то есть Т9 меняет слово, и если не перечитал сообщение, отправил, потом перечитываешь, видишь, боже мой, а на самом деле то слово, которое Т9 поменял, вообще меняет полностью логику всего сообщения, которого ты отправил. Соответственно, мы никогда с этим в таком количестве не сталкивались, потому что переписывались, как правило, не столь активно и бурно, как сейчас это происходит, но тем не менее, там, поэтому сейчас есть такое понятие, да, еще конфликты в удаленных командах, к сожалению. Спасибо большое. Ну, можно вот перейти на слайд, да, какие боли необходимо решать в первую очередь. Болнорочка, мы можем сейчас поменять слайд, поменять, вернее, на нашу презентацию, да, коллеги, вы можете на желтых карточках писать, а я немножечко с вами подведюсь информацией, да. Немного вот ваших предложений, то есть вы на желтых карточках можете писать, о чем я хочу сказать, да, допустим, какие у меня были идеи относительно организации именно безопасного пространства, относительно доставки продуктов, да, то есть первое, с чем столкнулись, это доставка продуктов безопасная непосредственно для наших родителей. Вот первое, это про то, что я сразу стала спрашивать, что такое бесконтактная доставка, и на что обратила внимание, мне практически никто не мог ответить, что такое бесконтактная доставка на первом этапе. Это сейчас уже говорят про то, что там укладывается в определенные ящики, в определенные коробки, которые тоже там можно обработать и так далее. А второй момент, когда делается доставка, да, то есть есть какая-то там санитарная зона, где это все непосредственно обрабатывается. Следующий момент, доставщик, который привозит продукты, сам ли он снабжен масками, сам ли он снабжен там, я не знаю, санитайзерами, перчатками и так далее, и так далее. То есть как это контролировать, когда вы на расстоянии. Следующий момент, это про что? Про то, что банальная такая вещь, это как вынести мусор. И опять же, я несколько раз сталкивалась вот с этой ситуацией даже не сама, а вот слышала тоже от своих коллег, знакомых, друзей, такой нюанс, что встал вопрос, у нас в некоторых домах есть, куда сбрасывается мусор, да, такой вот мусоросборник, то есть и он, как правило, раньше был заваренный, то есть было целое совещание в доме, разварить ли вот эти вот мусоросборники все сбрасывающие элементы или нет. Самое интересное, что я только помогала там приходить к консенсусу в этом решении, люди пришли к тому, что мы будем выносить мусор у стариков, да, которые находятся там рядом в квартирах. Уважаемые коллеги, огромная просьба, да, то есть посмотрите, пожалуйста, может быть в вашем доме или в доме рядом есть знакомые, бабушки, дедушки, ваших близких друзей или что-то вот как-то взаимодействие на лассе, да, то есть может быть мы можем помочь вынести им мусор, сходить в аптеку, потому что мы по крайней мере, там километр, по-моему, расстояние можем преодолевать без проблем, и при этом, если нас там останавливают посты, мы можем сказать, что мы идем в аптеку, кстати, я сегодня проверила, работает действительно в аптеку, меня остановили, я сказала, вот, пожалуйста, мне нужны лекарства, и сказали, окей, хорошо, ну, взяла и вернулась назад, никаких проблем в этом плане не было, то есть можете спокойно писать, если, я смотрю, здесь не удается написать, пишите прямо сюда к нам в чат ваши мысли, то есть мы обязательно эти мысли тоже выгрузим, тоже поделимся, то есть и какие болевые точки, я хотела бы вернуться к вопросу, какие болевые точки нам сейчас необходимо в первую очередь решить, что нам необходимо сделать в первую очередь, чтобы вот те нюансы, которые мы поднимали выше, безопасность там, тревожности, все остальное, как-то вот немножко поддержать наших родителей, да, более-более очень хорошо, такие болевые точки, можно, пишите все, что приходит оставлять у дверей, да, вы знаете, с чем я еще вот сейчас поняла, столкнулась, да, то есть про безопасность не просто там заражения, а про безопасность дальних стариков, то есть как мы можем продумать такую важную вещь, что они не будут даже банально ограблены или там подвержены каким-то криминогенным ситуациям, на мой взгляд, это очень важный нюанс, потому что я не знаю, как ваши, да, то есть иногда у моих стариков бывают ситуации, когда они не спрашивают, кто там, так спокойно открывают дверь, заходи кто хочешь, бери, что хочешь и так далее, да, то есть и здесь что нужно делать, это уже опять первый момент, предупреждать, не открывайте просто так дверь, уточняйте, кто там находится, спрашивайте, да, то есть смотрите в глазок, может быть как раз один из моментов сейчас, у кого нет, может смолдить непосредственно людей в возрасте глазками и так далее. Какие есть еще варианты выхода из ситуации? Я, вот, пока вы пишете, да, я хотела бы вот набросать свои идеи, да, то есть сейчас очень много говорят про волонтеров, которые доставляют еду, ну, малозащищенным слоям населения, многодетным, там, в возрасте людям и так далее. У меня вот есть даже такое предложение, почему у нас нет волонтеров, видеоволонтеров, то есть людей, которые бы, какими-то средствами связи, возможно, там, через интернет, я предполагала, что все-таки у кого-то есть мобильные телефоны, гаджеты, да, через интернет средства связи, да, вот непосредственно для стариков могли вести беседы, то есть именно такие, не знаю, психологи, коучи, волонтеры именно для людей в возрасте. Ну, кстати, не только для людей в возрасте, может быть, для людей с ограниченными возможностями. Может быть, как раз, как вариант, даже для деток. Родителям нужно видеонаблюдение, предупреждающую табличку от всяких мошенников, да, я с вами абсолютно согласна, может быть, знаете, какую-то памятку даже, да, для того, чтобы она у них постоянно висела перед глазами, и это очень важно. Так, пишите все, что вам приходит. Коллеги, огромная просьба, не фильтруйте хорошая мысль, плохая мысль, все, что вам приходит в голову. Почему? Потому что, возможно, вы думаете, что мысль не столь сформированная, она там не рабочая, а именно эта идея может продвинуть, там, натолкнуть на что-то более, там, скажем так, работающее, интересное. Я не знаю, психологи организовали или нет консультаций во время ЧП, поэтому вот у меня родилась такая идея, вот именно видео-волонтеры, которые помогут как-то выживать в этой ситуации. То есть выходя и вынося мусор, да, захватим мусор в соседней квартире. Вот опять же, делюсь у меня на первом этаже, живет девушка, у нее ДЦП, и в принципе, что делается, да, то есть при возможности я всегда захожу и там стучу и говорю, давайте я там выношу свой мусор, давайте я вынесу еще ваш мусор там и так далее. Позвоните своим друзьям и знакомым, узнать, где, может быть, где-то рядом там живут родители, помочь как-то взаимодействовать. Я прошу все идеи, которые вы там можете выгрузить, потому что я могла что-то пропустить, что-то не доделать и так далее, да, вот. Плюс ко всему, вы знаете, коллеги, мы сейчас погружены, обратила внимание, мы даже сейчас погружены в этот информационный поток в огромное количество различных, как скажем, статьи, Facebook, Instagram и так далее, и так далее. И у нас сейчас огромный дефицит именно коммуникации с близкими людьми. Не бойтесь дарить сейчас звонок людям, которые, вашим друзьям, может быть, даже именно через WhatsApp или какие-то другие средства связи, именно видеозвонок, потому что вот это вот дефицит прикосновения мы никак сейчас не можем восполнить, но именно теплоту взаимоотношений, мне кажется, очень важно. Какие есть еще идеи, уважаемые друзья? Алло, слышно ли меня, видно ли меня? Да, спасибо большое. Беспокоит, что будет, когда карантин закончится и родители вновь выйдут на работу, а что именно здесь беспокоит? Что здесь беспокоит? То есть как они будут добираться до работы? А как они будут… Что здесь? Не с кем будет оставить детей или что? Риск заражения. Есть несколько гипотез относительно этого, да, то есть, по крайней мере, я думаю, все читали новость, которая была вчера, насколько я помню, относительно того, что некоторым бизнесам дают возможность открыться с условием, что они будут соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Скорее всего, да, будет определенное дистанцирование. Я предполагаю, что ношение масок и там санитайзеры и все остальное пока что не отменят. Ну и маленький такой нюанс, да, то есть витамины, тем более весна, витамины – это очень важно, есть куча рецептов, не обязательно это витамины, которые покупаются в аптеке, но банальное – мед, орехи и лимон, мы можем сделать все, это очень великолепно повышает иммунную систему, это да. Дистанцироваться, скорее всего, да, будет больше дистанцироваться друг с другом. Ну и последний слайд. Это не просто так слайд, а про что хочу сказать. Уважаемые коллеги, проявите терпение. Почему у меня родилось не такой, кажется, банальный совет про терпение. То есть терпение в советах непосредственно родителям или тем, кто ближе. Вы знаете, нужно постоянно напоминать о чем-то, про безопасность и все остальное. Есть такая статистика, что мы слышим иногда на 17-й раз. Действительно, иногда нам нужно сказать несколько раз для того, чтобы мы услышали и поняли, что от нас хотят. Поэтому будьте терпеливы, советуйте, советуйте, рекомендуйте, звоните и так далее. Очень хорошо ввести какие-то ритуалы, да, то есть ритуалы, касающиеся как бы такого совместного, что ли, совместной деятельности. Ну, я не знаю, ритуал может быть простой. То есть звонок утром, звонок вечером. Это вот тоже определенный ритуал. Не знаю, там взять, помните, такая интересная вещь была, все, наверное, присказку по поводу, что нужно красное нижнее белье повесить на лампу для того, чтобы, на люстру для того, чтобы привлекать деньги. То есть это такой ритуал, который, во-первых, переводит в позитивный момент, а здесь тоже можно вводить какие-то ритуалы. Я не знаю, сейчас оказывается есть возможность покупать перчатки разного цвета, то есть перчатки защищающие, да, то есть они есть голубые, есть черные, есть там телесного цвета и так далее. Может быть, там, я не знаю, сделать так вот, в понедельник у нас голубые перчатки для защиты, там, в вторник у нас черные перчатки для защиты, они свободно продаются, но это такой определенный ритуал. Может быть, знаете, какие-то другие моменты, которые вот именно будут настолбить относительно гигиены. Здесь есть, пускай, в нашем доме выяснилось, что охранник живет почти три недели в будке, жители дома взяли с шестом на днем горячую еду, приносят средства на щиты. Да, это как раз про заботу о ближнем. Не про престарелых и детские дома, особенно, знаете, дома, например, где особые детки, ДЦП, либо аутизм, либо какие-то другие, да, особые детки. И здесь, конечно, им была поддержка очень важна и очень нужна. Так, позвони родителям. Почему нет? Следующий момент, оцените свое отношение к ситуации. Мы не просто вам дали вот эту карту импартии, по которой вы собирали ответы. То есть попробуйте, да, то есть еще какие-то посмотреть моменты относительно себя, относительно что вы видите, что слышите, какие у вас острые боли могут быть. Уважаемые коллеги, здесь нету ограничений, да, возможно, у вас появятся мысли, кого вы можете поддержать, там, кроме родителей и близких людей. Следующий момент, показывайте пример. То есть, по сути, первое, с чего бы я сейчас вот очень сильно, да, призывала всех, про позитивные какие-то размещения в наших социальных сетях. То есть я замечаю очень много какого-то негатива, и он тоже копится. А я вот призываю к чему, да, то есть показывайте пример некого такого все-таки позитивного настроя. Мне очень понравилась вот идея относительно из-за изоляции, да, когда люди инсталируют какие-то картины, рисунки, да, делают фотографии положительные. Вот это прекрасный пример того, как мы начинаем взаимоопыляться вот этим позитивным моментом, потому что это очень важно. Есть даже целое исследование, в каком плане оно показывает нюансы того, что если ты позитивно настроился, если ты там улыбнулся, соответственно, улучшается твой иммунитет. Может быть такое, что найдите, есть такое понятие, мы нажимаем счастье. И есть упражнение, где найдите фотографию, где вы искренне смеетесь. И может быть несколько фотографий. Разместите эти фотографии, где только есть возможность. В сети на мобильный телефон-доставку, отправить своим родителям, да, найти фотографию, где родители искренне смеются, или там дети и так далее. То есть, по сути, замечательный вот такой нюанс, когда вы найдете, разместите вот эту фотографию, где искренне чувство счастья. Чего нам сейчас, наверное, немножко не хватает. Давайте мир заразим вот этим чувством счастья. Следующий момент, да, посмотрите, какие акценты нужно сместить. Акценты на что там, на внимание, да. Почему я про это говорю, сейчас немножко расшифрую. Смотрите, я опять же столкнулась с тем моментом, когда люди начинают работать на удаленке. А у них, в которых бывает, что двое-трое деток. И детки учатся, кто-то в первую смену, кто-то во вторую смену. Там идет еще нюанс, что однокомнатная квартира, еще нужно работать и так далее. То есть, посмотрите, есть ли какие-то вещи, которые мы можем делать совместно с детьми. Что мы можем совместно делать, я не знаю, с родителями на удаленке. Я не знаю, там, допустим, обменяться фотографиями, как вы завтракаете, да, чем вы завтракаете. Сместите акцент на про то, что не, может быть, как раз больше делать за таких нюансов, фотографий, да, семейного такого очага, счастья и всего остального, да. То есть, что нам приносит тепло и энергию. Не бойтесь людей поддерживать эмоционально. Тоже обращаю внимание на то, что как часто мы забываем говорить банальное спасибо. Как мы часто забываем говорить, о, слушай, ты сегодня классно выглядишь. Вау, а ты сделала это хорошо. Как часто вы говорите ребенку, там, замечательно ты справился с уроками быстрее, чем вчера. Как мы поддерживаем с точки зрения вот этих эмоциональностей. Очень часто мы говорим, у тебя не получится, ты не сможешь и так далее. А может быть, переводить как раз акцент, смещать акцент и эмоционально поддерживать относительно того, что ты, у тебя обязательно получится. Если не сегодня, то завтра точно получится. Или через час. Да, то есть я готов тебе помочь, но на данном моменте я справлюсь со своими заданиями, потом я готов тебе помогать и так далее. Не бойтесь давать комплименты, даже пускай они к месту. Эмоционально поддерживайте людей. Напоминайте родителям определенных угрозок. Напоминайте, если вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, делитесь. И вот мы обязательно разместим небольшое вот то, что вы написали. Огромное спасибо за ваше участие. Мы такой отчетик разделим. Разместим. И если у вас появятся какие-то дополнительные комментарии, какие могут быть угрозы, мы всегда открыты к диалогу и давайте их тоже пособираем, посмотрим, как из этого выходить. Ну и важный момент, если есть возможность, да, то есть помочь людям в домах престарелых. престарелых, да, то есть либо в детских домах, либо где-то еще, где уже такие совершенно другой уровень ограничений, чем мы можем помочь. Кстати, даже такой момент, иногда я нарываюсь на сообщения про то, что там у нас горел дом и так далее. Я про что хочу сказать, уважаемые коллеги, я бы, наверное, вас призвала адресно помогать. Помогать тому, кого вы знаете, кого вы видели. Потому что, понятно, здесь тоже могут быть определенные схемы мошенничества и всего, да. То есть помогайте конкретно кого, в поле вашего понимания, знания и так далее. Мне кажется, это будет более, как, качественнее, нежели мы, ну, непонятно кому, там на карточку сбрасываем деньги и так далее. Может быть, это соседский ребенок, и, возможно, этому соседскому, многобетная семья, этому соседскому ребенку сейчас нужно оплатить какое-нибудь дополнительное обучение, там, робототехнику или что-то еще. Вот он рядом под рукой. Может быть, это бабушка, которая живет по соседству, и банально нужно купить булку хлеба, и это будет для нее очень большим подспорьем, преимуществом и так далее. Ну вот, это основные моменты, о которых я хотела сказать, уважаемые коллеги. Я очень хотела уложиться в 40 минут, у меня не получилось. Извиняюсь. Почему? Потому что, ну, опять же, промониторила и поняла, что очень хорошо, если вебинар идет в 40 минут, за это время люди не устают и воспринимают информацию. Если у вас какие-то ко мне вопросы, либо сейчас, я готова на них ответить, можете писать в чат. Слышно ли меня? То есть есть ли какие-то вопросы, может быть, рекомендации, обратная связь? Может быть, вы хотели бы какой-то еще небольшой там вебинар о чем-то, мы обязательно передадим коллегам, и я думаю, кто является экспертом, может делать для вас какой-то специфический уже вебинар по каким-то направлениям или другим нюансам. Да, я вижу, кто-то печатает. Мне иногда не хватает такой живого общения, живого взаимодействия, когда люди тоже голосом говорят, это очень сильно оживляет коммуникацию. Спасибо большое. Ну что, коллеги, Волнур, подскажите, пожалуйста, можем ли мы завершить, либо есть какие-то моменты, которые нужно доделать? Конечно, мы можем завершить. Спасибо большое, Ирина. Спасибо всем, кто поучаствовал сегодня в вебинаре. Присоединяйтесь на наши следующие вебинары. Информацию о них вы можете получить в социальных сетях Высшей школы бизнеса Алмаил. Спасибо, Ирина. Спасибо большое нашей школе Алмаил, что дает такую возможность нам рассказать, поделиться, потому что иногда очень хочется что-то отдать, с чем сталкиваешься и так далее. Вот в этом плане Алмаил Форевер. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.